И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами как всегда Кунька присутствует, как всегда на моем канале. И сегодня я со своим другом Сисястиком, я его буду так называть, вам не разрешаю, Будем вам рассказывать, как именно законтрить МИПа, хотелось бы обратить внимание сразу же, что этот человек имеет 25 левел на МИПа, Доты Плюс, А также имеет 7000 ММР и, нет-нет, но может забыть вам аккаунты, естественно, не бесплатно. Братан, поздоровайся. Здрасте. И давай начнем с самого начала, какие саппорты реально могут доставить жопоболь МИПа? Аппарат, лич, так, это как еще идет, бабка? А чем бабка может МИПа насолить? Ну смотри, бабка легко умирает от МИПа, да, но в замесе бабка может такую игра сделать, себе печенье по области и ультом. И как раз перероски еще тоже замедляет. Ну то есть у нее очень много атак, которые МИПа не любит. Ну да. Ну аппарат тоже, ну что он только ультимэта может, по сути, как он может? Ну да, не в том-то дело, что ульта его решает, ульта полностью отрубает ему пассивку. А, то есть МИПа не регенится, вот. Ну аппарат это наборы выйти уже более такой сильный становится, более 30 минут. А поначалу МИПа ничего не делает, аппарат как просто дает ульту в Оегис и все, и после Оегиса МИПа уже все сам делает. Понятно. Так, а еще есть какие-нибудь, которые, ну, тебе лично жопу боль доставляют, вот, саппорты такие на 7к, да? Лич. Ну, лич это понятно, тоже чайник, опять же, с агонимом, если, то он контролит сразу по области несколько, ну, всех МИПа рей. Вот, а как насчет Вивены, Шейкера, вот, говорят, тоже, типа, жопу боль доставляют? Ну, Вивен, значит, Верна не знаю, значит, Верна вообще не знаю, но я никогда ее не чувствовал. Вот насчет Шейкера тоже не знаю, потому что, ну, как бы, я заканчиваю игры до того, как мне появился даже Дайгер. У меня просто Оегис был, и уже с Кадди, и этот, из Эрил. Ну, там, у тебя Шейкера на силу, первый уровень на силу, как минимум, там, не знаю, 10%, это немного. Ну, понятно. Хорошо, а что ты скажешь про коров? Какие именно кор позиции могут также наравне драться с МИПа? Допустим, один на один, вот так вот, там, не знаю, МИПа в него первый влетел, тот прожал БКБ, кор какой-либо, и он начинает драться с МИПа. С МИПа кто хорош будет, чтобы разорвать жопу МИПарю? Вот именно один на один в драках, без команды. Один на один никто, в теории. Ну, там, потому что есть из Эрил, от Воды, ну, в теории, с командой только у Урса, может, Урса, Тролль, те герои, которые могут быстро зафокусить одну... А, ну, понятно, ну, то есть, если, допустим, Тролль или Урса с БКБ, чтобы МИПа, ну, МИПа, понятно, он не пробьет Тролля, потому что у того есть топоры, которые дают мясы по области, у Урсы есть ультимейт, который снижает, там, на 80%, ну, грубо говоря, получаемый физ-урон, ну, он, по-моему, вообще любой урон уменьшает до 70%. А так, больше скоров, допустим, Фантомка какая-то, еще кто-нибудь, ПЛ, они могут законтрить МИПа, или даже если, там, допустим, МИПа пикается на ферст пик, то даже нет смысла пробовать против него собираться. Ну, против него пикает каких-то таких персонажей. Свен, опять же, говорят. Нет, Свен, это вообще не контрпик. Пассивка третьего уровня просто перебивает сплошь Свена. Фантомка, это вообще крип, она толком не дамажит, слишком много армора у МИПа. А вот такой момент, знаешь, вот сейчас это, ну, естественно, я вот скажу немного от себя, ну, вот я ненавижу пидорасов на АЭМах, я искренне желаю, чтобы у всех, кто пикает АЭМа, блядь, алхимика в кор-позицию, искренне, ну, такие, знаешь, не агрессивные, которые сразу могут агрессировать с начала игры, то есть именно которые знающие. А те, которые заходят и на 40 минут уходят фармить в лес, вот, я желаю, естественно, им, чтобы у них отсох писюн, блядь, чтобы они не размножались, потому что такие долбаевы не должны размножаться. Вот, как по поводу этих двух персонажей, МИПа, они могут что-нибудь предоставить? Ну, просто вот так, знаешь, у многих рекрутов там и выше, ну, грубо говоря, там до Властелинов, да, легенд у многих почему-то им кажется, что Алхимик, я не знаю, где они этого насмотрелись, и АЭМ, типа, охуеть, какой сильный кор за счет того, что он просто быстро фармит. Вот, если, допустим, ты пикнул МИПа, ну, на последний пик, и вот увидел, что есть кор АЭМ или Алхимик, это будет какая-либо опасность или тоже? Это фри-игра тогда, значит, у них нет кора. Антимаг вообще, даже в ИТС артефактами, МИПа ничего не делает, он вообще просто, он крипом остается на все. А что ты МИПа сделаешь? Там, типа, 4 иллюзии, у тебя бабочка, и что? У тебя урона просто банально не хватит, чтобы там задамажить или что-то еще сделать. Ну, понятно. То есть, из коров, если мы выбираем, ну, увидели МИПа на ферспик, мы берем из коров либо урсу, да, либо тролля, которые могут по области что-то наносить и могут не получать от МИПа временных пиздюлей. Ну, и опять же, фастом БКБшка, чтобы не получать урон от пуфов, правильно? Ну, да, ну, смотри, любой МИПа, например, вот если он играет не на своем уровне, то он спокойно вас вынесет, просто перефармом. У него, например, будет из эрела, а у тебя только еле-еле, ну, просто баши будут появляться, а у него же из эрела, и ты ему сделаешь. Ну, правильно, ничего. Ну, понятно, что с МИПа один на один драться, это глупо, но я вот так вот говорю, именно на долгую какую-то стадию, допустим, появился какой-то Тетчерс, да, допустим, ну, хороший, там, грамотный Тетчерс, который просто не будет давать тебе подходить к своему ХГ, ну, на свой лес, что, вот, то есть, просто не даст, затянет тебе игру, и вот именно поздний лейт, то есть, поможет затянуть. Наоборот, Тетчерс скорее скорует игру, потому что это минус один герой, пойти, а что дальше, у него, у МИПа появится Олегис на 20-й минуте, и он может спокойно просто снести трон. Убьете один раз МИПа, но у вас все равно минус герой, что вы ему сделаете? А, такой вопрос, а вот Трент может законтрить, ну, вот, еще и саппортов, я понимаю, что мы уже должны идти дальше по позициям, но вот мне интересно, как Трент, потому что Трент, он может давать ульту по области, что, опять же, заставит МИПа постоять на месте, и еще, ну, у нас был момент в игре, когда Трент собрал фастовый, этот, Мейлшторм, и, получается, он давал ульту, он замедлял МИПа максимально, и под ульту давал еще Мейлшторм, и за это время, тупо, команда вражеская успевала нашего МИПа захуярить. Метеохаммер, да. Ну, да, я вообще забыла про многие саппортов, да, Трент тоже очень сильно мешает МИПа. У него есть вот этот регень товара, второй скилл, и первый скилл, это очень неприятный скилл для МИПа. Замедло, замедло, и ульта стан, который МИПа не можешь никак за его идти. Слушай, а вот такой еще вопросик, а блудсикер может доставить проблем МИПа? Потому что я тоже видел, что иногда в контрпик берут блудсикер именно за счет того, что даже если он, ну, начинается файт, МИПа как можно больше просаживает, даже ни одного, даже если АУЕ уроном просаживает много МИПарей, вот, то что он слишком сильный буст за счет него получает, и уже может с ним драться. Допустим, с той же одной БКБшкой там, и Саша Яшей, он уже там дерется, и у него больше скорость атаки, и больше урон, ну, то есть, именно начинает выгрызаться самого слабого, самого такого лоу-хпшного, который профессиональный МИПа, естественно, отводит, когда уже, замедло, допустим, уже почти закончился, да, но он отбивается, не там, двумя-тремя МИПа-райпами, а самого калечного отправляет сразу себе на базу. Может ли блудсикер тоже доставить неприятностей? Нет. Ну, смотря... Все зависит от команды. Все зависит от рейтинга, на каком рейтинге это происходит. Например, на 7к и выше, МИПаи вообще не чувствуют никакого сикера, вообще им пофигу. А вот, например, на 1-3к, когда саппорты даже не думают о глимерах, о остальных сейфортефактах, то можно, да, там можно сикер как-то заречать, и то при определенном пике. Но, опять же, глимер он от МИПа не спасает, потому что ты же сеткой можешь давать просвет. Ладно, на саппортах особо... А, кстати, последний саппорт, извиняюсь, что затягиваем, а последний саппорт такой, как Джокера, он имеет, у него все атаки, все маг-урон у него ауешный. МИПа же не любит ауе-урон? Или МИПа просто сгрызает его моментально, и все? Ну, это зависит от того, сколько артефактов получишь. МИПа может убить тебя и до прокаста. Ну, это, скорее всего, сколько у тебя контроля, сколько у тебя в команде, от команды больше зависит от Джокера. Ну, понятно, что 1 на 1 не сможет, но просто у Джокера имеется именно маг-урон, а МИПа ничего не собирает против маг-урона. Если у него там тройка и четверка не берет пайпу, то маг-урон по нему хорошо проходит, насколько я знаю. Да, там все зависит от этого, от позиционки Джокера скорее будет зависеть. Например, вот бабка, все саппорты против МИПа зависят от позиционки. Если они держат позиционку и не умирают до файта, то они носят большой импакт. А если они умирают перед файтом, то все это, они ничего не делают. Как правило, эти МИПа и выигрывают. Он убивает самого опасного в замесе и при этом самого изримого. Ну, самый опасный, самый изримый, это всегда у нас саппорты до минуты так 30, пока коры не выформируются, пока мидер не выформируется в моей шмотке. Хорошо. А следующий вопрос, как кто из хардлайнеров может драться с МИПа? Ну, то есть, либо причинять ему неудобства, либо именно полноценно его впитывать в файт. То есть, ну, сможет пережить Пангалена. И все. Это герой, который мне ненавижу. Ну, понятно, он может сразу на всех, но это прям бездец какой рандом должен быть, сразу может на всех наложить бессилие. То есть, МИПа не сможет атаковать. Опять же, ультой может проехаться. Опять же, у него второй спелл зависит от блокирования урона. Поскольку целью он попадет, по-моему, с МИПа, это стакать. То есть, если он прыгнет в 4 МИПа, там блокирование урона будет бешеное. Ну, я не, вот Пангалер, это контурпик. Это самый опасный контурпик. Не вижу этого героя. То есть, если... А такой вопрос, это на 7К ММР или на любом ММРе даже самого пряморукового МИПа? Точно, на 1-3К они не чувствуются, но выше 4К, как правило, идут такие фамеры этого героя. Только спамеры выпикают этого героя, а другие игроки не пикают. Ну, то есть, если, допустим, я новичок, то лучше мне против МИПа не пикать Пангалер, потому что я тупо не справлюсь. Нет, ты можешь, если ты хотя понимаешь, как надо держать позиционку, и что надо делать? Ну, примерно геймплейт, в общем. Ну, смотри, это, вот, как правило, например, ты, Пангалер, ты за сетку умираешь, он тебе попадает в сетку, и ты попадаешь в сетку, и ты умираешь 100% без шансов. Тут, опять же, игра саппортов тогда получается, чтобы варды, чтобы видеть подходы МИПа. А как тогда, получается, Пангич должен, когда замес начинается, то есть взять, влететь, обезоружить, проехать ультиматом, так получается? Да, 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 все так и есть. Ну, в основном, на любом рейтинге Пангалер это очень опасная хрень против МИПа, я не вижу этого героя. А еще кто из хардлайнеров? Марс, еще кто-нибудь может, там, допустим, тот же Абадон, он может долго МИПа спиткатовать. Насчет Марса ХЗ, Абадон тоже, не знаю, просто в сетку откинется, и все. Кстати, вот, ну, нет, наоборот, Марс, по-моему, легче даже. Он ничего МИПа не делает, он просто, когда дает, там, 200-300 урона, МИПа моментально отхиливает эту. Ну, то есть, из хардлайнеров только, допустим, получается, тройка Пангалер может что-то предъявить МИПа. Нет, сейчас надо подумать, надо вспомнить, какие герои вообще есть в Доте. А, допустим, Вайпер, слушаю, Вайпер тоже пикает в тройку иногда. Ну, это на низком рейтинге, на высоком, я не знаю, как. Вайпер же отключает пассивку ему, а на 25-м еще и сайленсер дает. Вайпер это хрень, сразу говорю. Хрень, да. Просто фигня. Ну, сам подумай, у него нет ни армора, ни брони, ни хп. Как он будет стоять в харду? Ну, блин, я тебе рассказываю про свой рейтинг по 3 500, где я обитаю. Вот, то, что у нас там пикается. Ну, я не знаю, как Вайпер стоит в харду. У него нет ни армора, ни хп, ни выживаемости, ни эскейпа. Я не знаю, это фигня полная. А умирают от мипа он спокойно вообще. И, как бы, замесить, ты не сильно будешь чувствовать урон по одному мипа. Он там дает, например, ульту, второй скилл, и ты умираешь, все. И там дальше уже идет других убивать, все. Я не знаю, не особо чувствую Вайпера в играх. Хорошо. Ну, а еще вот в той стройке тебя жопу боль доставляет только по глиеру, и все. А Питлорд тоже, который там, если насосется урона, он может довольно-таки сильно бить. Даже по мипу пробивать. Кстати, да, Питлорд вспомнит заботу о герое. Ну, он этот, именно в той ситуации, если это... А у Е урон? Не у уроня, а если он, например, мипа будет стоять в втором скилле и первом скилле, он же процентов урона наносится. И поэтому там, да, Андерор тоже считается очень опасным человеком. Угу, хорошо. Ладно-ка, ну, двух персонажей выяснили, двух персонажей на коры выяснили, саппорт позиции тоже вроде как выяснили. Но, опять же, народ, хотелось заметить, что человек судит именно с 7К ММР, то есть, где у него пряморукие саппорты, которые ставят варды пятерки, а не такое бывает, что, блядь, ебаный врод, да где варды, и тогда только их саппорт покупает. Так что это рассуждение именно на 7К ММР. Так что, если вы там думаете, что шейкер может законтрить, может против вас на низком рейтинге, человек, который только учится, может вы его шейкером законтрите, потому что просто тот банально не сможет выфармливать, не сможет иметь хороший расконтрол. Потому что даже Лич, несмотря на то, что у него очень сильный чайник, и чаще всего сложно предугадать, куда он летит, и поэтому мипопикеры теряются, куда отводить своих мипорей, чтобы по ним не прыгал чайник. Вот, это именно рассуждение 7К, народ. Так что, не надо говорить потом мне в комментариях, что вот, блядь, да он хуйню несет, да я, блядь, на нюксе, на 500 ММР, блядь, мипов соло ебал. Через Карапаса и Дагон. Сезерил. Это именно 7К рассуждение. Хорошо. Кто может доставлять жопу боль мипу в миде? Вот, то есть... Тинкер. Тинкер. ССФ. Тинкер. Лина. А Лина как? Лина стана. Ну, она убивает быстро одну цель. Может быть спокойно одну цель. И стан по области, это очень мешает. А СФ, просто, мипа нападает на него, СФ ультует, дает раскойловку, и мипа нету. И на стадии ланника СФ очень сильно доминирует над мипа. Просто 3К лан, и мипа нету. Ну, там зависит от уровня игры, скорее всего. Ну, понятно. Если СФ и мипа одинакового уровня, то СФ сильнее будет. Ну, и опять же, СФ, я думаю, все-таки может, как и мипа, быстро пылесосить леса, пока там, допустим, пачки идут на мид. То есть, он тоже за 3К лан может быстро забрать какой-то ближайший спот к своему миду. Ну, и держаться на одном уровне по фарму и левелу с мипарем, правильно? Да, да. Ну, это что-то с Фай, там можно записать отдельную игру, там очень интересная игра. Там он спокойно может камбэкнуть из любой линии. А такой вопрос, а вот Тинкер как может законтрить? Я что-то вообще не представляю, чтобы Тинкер мог законтрить мипаря. Ну, даст он лазер в одного, но у него там еще 1-2. А, нет, там же есть билд специальный. Этот, собираешь Шиву, и Блатстоун, и Аганим, и все. И мипа нету героя. То есть он тупо законтроливает Шиву и постоянно через Аганим дает лазер по низким мипарям и тупо не получает урона от Пимпа, правильно? Ну, да, сам подумал, там у него пуфы заканчиваются, и все. А где урон? Там дальше лазер, Шива, марши. Ну, как правило, иногда они собирают Шиву, чтобы этот... Либо собирают либо Шиву, либо Аганим. А иногда сразу два. Это зависит от Тинкера. Хорошо. А вот говорят, еще Хускара пикают против мипа, типа, блядь, а у Е вот это обезвреживание. Или это тоже говно? То есть, получается, когда мипа прыгает, если Хускар попадает в тайминг под пуф, он отталкивает мипарей, и те не наносят ему урон. Ну, там, либо незначительный. Опять же, типа, чем мипа больше его пиздит, тем того больше регена, тем сильнее он может вгрызться именно в одного мипаря какого-то. То есть, направленный, получается, направленный урон все в одного, других отталкиваешь, и тупо закидываешь огненными стрелами. Опять же, ультимейт сгрызает очень хорошо мипа. Или, все-таки, если мипа грамотный, то он Хускара просто не даст ему ничего сделать. Не знаю. Не знаю, как Хускар, да, он... Ну, типа, Хускара спамеры, им намного что-то мипа сделать. Обычные люди на Хускаре просто ничего не могут. Он просто нажмет первый скилл, там длится как-то 4-3 секунды, да? Просто накидает сетки отойдет. Хускар утренет за ним, и мипа просто убьет его. И его реген от пассивки перебивает его урон Хускара спокойно. Понятненько, понятненько. Так, ну, вроде бы всех мидеров таких популярных. Аудэ, кстати, Аудэ тоже Ауи ультимейт, закрывает двух мипа рейдер, хотя бы там с двумя, но если с агонилом Аудэ, допустим. Опять же, прирост интеллекта очень большой будет от мипа, и он сможет ультой убить. Или, все-таки, мипа, опять же, тоже Аудэ может загрызть. Просто Аудэ может и себя загрызть. Ой, закрыть. Кстати, я Аудэ, по-моему, не видел месяц. Я ни разу не играл, не против него уже. Обновили после того, как он спешил мне стал бить. Я, по-моему, с него ни разу не играл. Ничего не могу сказать. Ничего не можешь сказать по этому поводу. Хорошо. Какие итемы помогут в выживаемости или, наоборот, в уроне на мипа? То есть, ну, допустим, вот, саппорт, и понятно, это Майл Шторм, Фурстав. Майл Шторм? Ну, Майл Шторм, да. Ну, блин, Метеор Хаммер, Метеор Хаммер, извиняюсь. А потом, получается, АНДиск и Фурстав. Ну, и Хекс, Мипа не особо помеха, я думаю. Да, я что-то думаю, Майл Шторм, вот, типа, на вашей вредике это так популярно, что ли? Не-не, Метер Хаммер, Метер Хаммер. Майл Шторм у нас все формят, и ЦМки, блядь, керри, нахуй пятой позиции, и, блядь, что только не бывает. Ну, Фурстав, Гост. А Гост как поможет, если под Гостом ты под Пуфами можешь нанести урона? Ну, там немного урона, ты просто выживешь. Ну, ты выживешь, как минимум на 20 минуте, у тебя будет ХП достаточно, чтобы не умереть от Пуф. Гост, хорошо, а что еще? Так, Форфорс, кто там? Что там еще покупают, обычно, саппорты эти? Я пайпу покупаю. Ну, пайпа, она такая, она, то есть, не поможет физпережить. Ну, саппорты, что, Аганимы тарят, блин, дайки, у них в основном нет денег. Ну, опять же, Лич с Аганимом, получается, это АОЕ, сразу контроль на всех мифарей. На каждой саппорте все разные артефакты. А на кого-то ЕУ, а на кого-то этот, выгодно собирать этот Митюрхаммер, первым артефактом. Например, на Тента Митюрхаммер, это вообще мастхэп сразу же. Ну, на Нюкс Ассасин тоже, у него очень долгие станы, и он дает станы, и сразу же Митюрхаммер под себя, и тоже очень сильно может контрить. Опять же, Карапаса у него есть. Хорошо. Ну, как правило, Нюкс на 3К мало что делает. Я не знаю, и Нюкс, он бесит, он все время ходит в МИД, потом АП и тульту, и идет тебя искать везде. Ну, он что, может убить в Соло Мипаря? Нет-нет-нет, там том-то и дело, что там пикается мобильный мидер, который может преодолеть расстояние и спокойно нанести тот демидж там. Ну, это такие у нас мобильные есть мидеры, это ИСФ, Тинкер, получается, и Шторм. Нет, не Шторм, Эмбер Спирит, ну, Эмбер Спирит, да. Ну, Эмбер, он даже яйца Мипу не пощекотит, это я уже точно знаю. Ни разу не видел, чтобы Эмбер Спирит через БФ и через Радианс, блядь, что-то могли сделать Мипарю. Да, он прыгает, но его ловят сразу же и просто не дают ему улететь на Риминансе за счет того, что на нем сетка постоянно висит. Нет, ну, там на высоком ряде просто бирают молнии, БКБ и все. Эмбер это никак не убиваешь. Потом, кто там еще, Эмбер Спирит через молнии БКБ. Я Эмбер Спирит так много видел, а мне этот герой бесит. Я жду, когда его фиксанут. Да вы так уже нафиксили, загибали фикс. Нет, я уже устал от этого героя. Просто он пикается в мид и он меня убивает с фракастой. Вот я играю с фон, а он у меня все хорошо по кастапку, он стоит меня на левел, я седьмый левел, он шестой. Он меня шестым левелом убивает, потому что у него фракасточка много дамажит. А, ну вот, видишь, надо было еще сказать, что вот Спирит и Эмбер Спирит хороши против Мипа в миду. Нет, 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 это... Эмбер Спирит не сильно, но там от исполнения игрока будет зависеть. Ну понятно, что, извиняюсь, если я 2к ММР и 7к ММР, но я мипаря хуй выебу, при всем своем желании и умении. Нет, просто на 3к Эмбер Спирит против Мипа такое себе. Потому что они делают правило молнию и что-то еще начинают делать, а там же просто молнии, фейз или пт-шка, или сразу бкб. Ну понятно, чтобы от пуфа не получать урона и... А кстати, а если персонаж нажимает бкб, он дает отхил мипа по пассивке или нет? А я даю, там же чистый урон. А, дает, хорошо. А что, какие кор предметы могут законтрить мипа? Понятно, что бкб, а еще что, бф поможет, нет, или молнии? Бф нет, мы шторм 50 на 50, несмотря на какого кора. Ну, допустим, там, не знаю, на ту же Урсу, блин. Ну хотя на него сейчас профит на Абисал собирать первым итомом. Да-да-да, на Урсу наоборот Абисал. Мель, наверное, на Урсу это фигня. Я собирал. Блядь. Хуя клевнул с Дискорда. Не слушайте его, пожалуйста. Не надо собирать на Урсу. Мель, не откупить себе и Абисал, и все. Убивать одного мипа за свою ульту. Там еще кто там. Так, этот, Шива на Шторма. Шива на кого-нибудь героя. Например, Воид, Спирит, Эмбер, Спирит. Я видел, что Шива собирали против меня. Это очень неприятно. Воид, а, Воид, Спирит, я думаю, Ферсис Воид. Воид, как корр, такой себе. Он может, наверное, нападать в мипа, он может поставить купол и просто убежать. Ну, убить он играть сможет на ранней стадии. Ну, допустим, если Воид идет в Пайт, ну, у него идет Воид, да, получается, Воид у нас в первой позиции, да, корр у нас, по-моему? Вторая, это Мид. То есть, если у нас Воид идет, Воид, Ферсис Воида на первую позицию, Бабка идет на четвертую позицию и какой-нибудь Лич на пятую позицию, то в теории они за купол спокойно будут мипа разваливать. Да, 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 в том случае, да. Ну, то есть, он чисто как фиксатор будет для того, чтобы тебе дали ультимейт правильный в мипарях. И можно вместо реча даже аппарата поставить, чтобы было удобнее. Ну, аппарат, ну, я просто говорю вот так вот, по игре, то есть, допустим, вот, блин, там, знаешь, ну, есть такие уебки, которые уверены, что им ничего не могут сделать на мипарях, я не в тебя имею в виду, потому что, ну, может, тебя тоже так на твоем ММРе считают, уж извини, никто не любит мипопикеров, особенно хороших мипопикеров. Ну, вот, то есть, некоторые берут и уверенно пикают прям мипа на ферст пик. Вот, опять же, народ, вам никто не мешает прокликать персонажей, посмотреть, кто, какая позиция, ну, на каком персонаж больше всего играет. Опять же, даже если у них закрытый профиль, и там какой-то задрот на мипа, вы всегда можете увидеть, что он сделал какое-то буйство. И сразу же, вот, увидев это, допустим, вы пятерка пикаете сразу аппарата Лили Лича. Если вы тройка попробуете, либо Панглиер, если вы на нем умеете играть. Если не умеете, возьмите себе анальную пробку, вот. Вот, если вы умеете на четверках, на тренте, допустим, или на нюксе. Вот, и если вы мидер, именно, чтобы стоять против него, вы, вот, вам уже сказали. То есть, войспирит, ну, надо будет потерпеть. Потом эсэф, получается, тинкер. И кого-то мы еще называли. Эсэф, тинкер, лина. Лина, ну, лина, честно. Я вот, блин, я понимаю, что ты 7к игрок, да? Но почему-то у меня лина, это вот, блядь, это четверка, пятерка максимум. Потому что я сколько лин не видел в миде, вот, народ, реально, я вам клянусь, блядь. Я не увидел ни одну лину, которая могла бы что-то сделать жесткое вообще по игре. Не то, что убить мипа, блядь, а что-то жесткое сделать по игре. Потому что, как правило, весь ее проказ заключается в том, что она поднимает в Юлайз инвиза, дает стан по области, дает огонь и дает лагуну. Все, это максимум, что может лина. Потому что потом ей просто нашпиговывают полную жопу хуев. Вот это мое личное мнение. Поэтому, как она может сказать, ну, может, на 7к ММР не может, понятно, что на 7к ММР другие игроки, конечно. Но чтобы лина доставила не проблем кому-нибудь, там, и к саппорту, я поверю. Ну, чтобы мипарю, блядь, сложно вериться. Даже несмотря на ее контроль по области. Не, она доставляет иногда проблемы мипарю. Слушай, а как насчет этого Лешрака? Тоже пикабельный персонаж. И в мид, в частности, у него имеются все способности АОЕ. И также он дает стану Е. Или Лешрак не такая большая угроза, когда подходишь к нему впритык уже? Кстати, Лешрак, наоборот, да, есть такой. Я просто его редко видел, вообще его мало спамерил. Я играл, помню, с спамером где-то патч назад или два. Там просто Челдос-пятого на Лешраке. Блядь, я не знаю, он такой, такая тварь. Он хуже мипа, он просто всю игру соло ебашок. Он просто, я подхожу к нему, он нажимает БКБ. Там остается ОКП, он дает стан под себя, и все, и все, и там, блядь, я не знаю. Там, короче, какой-то генивый, я воспитываю его на Лешраке. Я когда просто не попался на кс-игре, я просто взял и левнул. Не стал тянуть. Да, да, да. Ну, просто там, он, короче, ферст-пикал, он увидел, что я, опять я. Просто ферст-пикал Лешрака. Я такой, блядь, ну ладно, я ушел. Он еще Тинкера тварь забанил, он, типа, увидел мой полгероя, и Тинкера забанил. Если бы Тинкер обыграл, а он оставил мне именно мипа река, я просто взял и левнул, ну нафиг. Ну, народ, это, мы сейчас обсуждаем актуальных персонажей именно патч 7.24, вот, то есть, не надо думать, что каких-то персонажей мы не назвали. Мы их не назвали, потому что они временно выпали из меты, или выпали именно из пиков. Или я забыл про них, а то у меня только два героя. Ну, или он про них забыл. Пиздец, 7К-игрок, блядь, забыл про персонажа, ты должен каждого наизусть знать. Ладно. Они неебучие, даже неебучие его скиллы делают, я не знаю, какой шарики призывают, а какой третий скилл. Блядь, это, это, кстати, народ, кто знает, напишите в комментариях, я тоже нихуя не знаю. Я даже, я не знаю даже название способностей. Хорошо, ладно, мы разобрались на кор-позицию, то есть, что нам нужно, БКБшка и какой-нибудь точный урон, типа Абисела и так далее. А, слушай, а Сларк сможет заточку законтрить? Ну, блядь, я понимаю, что я уже откликаюсь опять, но вот Сларк, он может законтрить? Сларк, по-моему, еще урона не уносится, как много, мало, чем урона не уносится. Он только при перефарме большом, ну, именно не перефарме, а именно в районе идти с мипа тогда сможет. Ну, такое случается крайне редко. Понятно. Его должны, и там, как минимум, должны быть больше 10, больше 15 пассивной агилы. Да, то есть, еще до этого он должен, перед тем, как набить ебало мипа, он должен 15 раз убить кого-то другого. Я тебя понял, ладно. Там мало, там, может, сварка очень мало. Там Паунс, всего лишь 200 урона, который мне попадает за тысячу со всех не творят и отрегенит. Хорошо. А на мидеров, что у нас получается? Это молнии, БКБшка, Шива. Нет, 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 это не молнии. Ну, на тех, которых мы назвали. Молнии вообще на мидеров мало собирают. Лина, да, может собрать молнии, но СФ не молнии, СФ, СФ скорее этот. Может пойти либо мага, либо физучника. Это же видео Абиса, СФ через Абиса. Я тоже много раз видел, то есть он влетает с Абиса, он сразу пожимает ульту, он получается прямо в точке, где начинается ульта, чем ближе к жопе СФ вы сидите, тем сильнее по вам пройдет урон. За счет того, что по вам больше душ пройдет. Да, и вот, и в том-то деле, что мипа никак не может зафокусить СФ, если мипа фокусит СФ, СФ просто жмет ульту и все. Ну, не дает мипа даже тупо подойти, грубо говоря. А придется покупать хекс и за хекс его убивать. Ну, это очень трудно сделать, там же люди есть рядом, команда, наверное. Ну, понятно, на 7к варды ставятся только в путь и всегда будет известно, если там мипа начнет куда-то выходить. Один байтит, другой в тыл заходит к мипарю. Хорошо, ну, есть еще какие-то добавления, которые мы, возможно, упустили в этом видео, что бы еще помогло игрокам законтрить именно вот этого бесячего персонажа? Кстати, инвокер очень сильный только. Ну, инвокер, слушай, его в этом патче вообще, по-моему, порезали, он вообще перестал быть пикапельным. Я не знаю, кто играл, как там, инбосик или как вас зовут, Витобера? Рот. Он меня просто задушил на виду, он играл через Авакати билд, без класса. Ну, классный четвертый лапается, а потом он меня выхожу на линию, он меня убивал через проказ Алла Критика, Снэп, Метеор. И так, по-моему, очень долго убивал, и очень сильно хотел. Против инвокера, грамотных инвокеров трудно играть. Ну, именно которые не экзортовые, стандартные, которые, да, получается, которые рассчитывают дать Метеор, Санстрайк максимум, все. Да, а те люди, которые готовы дать Торнадо, Стенку, Блаз, Метеор, и еще и добить о чем-то. Ну, пианисты, короче. Да. Понятным, понятным. Это все, да, в принципе, больше ничего такого ты не можешь припомнить, чтобы на 7К доставляло неудобства, или может вообще неудобства в целом доставить для МИП. Вообще на 7К одни гений, там любой, там любой человек может доставить те неудобства на любом герое, абсолютно. Понятно, ну, да, мы так обсуждаем, ну, средний, то есть, я так посмотрел, средний идет где-то от 1000 до 3000 ММР, то есть, я неспроста спрашивал подписчиков, кого какие ранги, хорошо. Ну, да, да, там, 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 МИПарик, там, если МИПарик, Смурф или Бусти, он, я не знаю, может сказать, сразу сдаться пишите, либо, либо, если это просто какой-то тубой обе, который, например, имеет 4К и пошел бустить на 2К, то его можно спокойно вынести. Это вот, потому что он, типа, на МИПарике пошел бустить, я не знаю, 4К это, по-моему, вообще не для детей. Слушай, а вот такой вопрос, а допустим, если я вот так вот с тобой, да, договорюсь, ну, там, опять же, подписчики попросят, допустим, провести какой-нибудь ночной стрим, где ты чисто, у тебя есть какой-нибудь смурф? Да, у меня и крит, что-то. Хорошо, вот, ну, или там, может, кого-то заодно будешь бустить, может, даже кого-то из моих подписчиков, блин, может, тебя, кто-то купит буст. Так вот, можно будет замутить такой стрим, где ты будешь играть на МИПа, то есть у меня, получается, поддержка 3,5, да, на 3,5 на МИПа, а я буду хуйней страдать, сможешь ли ты вытащить игры? А, ну, можно попробовать. То есть я буду, там, не знаю, пикать Войт Спирита, не знаю, пикать Тетчерса, там, Пуджака, ухачу, короче. А чтобы ты вот именно, ну, так сказать, может ли МИПа затащить именно в соло игру? То есть, ну, я буду играть, но буду играть, как долбайок. МИПа, да, соло может игру затащить. На 3,5? Да. Ну, чё, народ, давайте так, раз он сам это пизданул, не я. Давайте, чем больше комментариев мы наберём, чем больше лайков под этим комментарием будет, что, кунька, давай, сисястиком идите на стрим, в ММ, вот, посмотрим. А то я тоже так, знаете, народ, я уверен, что большинство из вас сейчас слушает, такие, ой, блядь, да ничего, он не может, юбаный в рот пиздеть, и я могу, да у меня вообще там, блядь, там, какой-нибудь Титан 1 вообще, там, топ-1 Европы, блин, вот. Поэтому, я думаю, надо будет проверить, насколько сильно он хорош на МИПа 25-м левеле. Контрольный вопрос перед завершением видео. Вот, на 7к ММР, вот, у тебя есть Дота+, нахуй она вообще нужна? Вот тебе она чем-то помогает, а она чем-то тебе нужна? А, Дота+, у меня его нет сейчас. Ну, я знаю, что у меня там Дота святого МИПа, от святого Тинкера, а я покупаю Дота+, просто только для этого. Ну, чисто письками мериться. Да, письками мериться. Ну, вот, понятно, то есть, ну, у меня просто многие люди спрашивают, кунька, нужна ли Дота+, а какие у него преимущества, а стоит ли мне купить, я всегда отвечаю, блядь, а я откуда знаю, нужна тебе она или нет. То есть, я ютубер, у меня, получается, я там, блядь, хукнул полторы тысячные раз, не видя противника, вытянул его, это как бы появилось у меня на экране, это увидели подписчики, я, там, игроки, я как бы своим елдаком всем помахал, типа, я самый крутой. Это вот для чего я использую Дота+. Это самое. То же самое, то есть, Дота+, по сути, нахуй не нужно. Это пустая трата денег. Совершенно верно. Ну, кроме того, если вы не хотите просто писькой помериться. Да, там еще ландшафт прикольный, я из-за ландшафта тоже юзаю. Ой, у меня ландшафт с интернешнала 2019-го, мне нормально. Ладненько, братан, спасибо тебе огромное, попрощайся с зрителями, ссылочку я на тебя обязательно укажу в описании, где там люди, вы можете ему написать про поводу, заказать у него буст. Я думаю, цену он вам особо ломать не будет, поскольку вы подписчики Куньки ТВ, так ему напишите, я подписчик Куньки ТВ, буст, они меня. И там, сколько вам надо ММР, какой у вас ранг, ну, я думаю, дальше вы уже с человеком договоритесь. Договоритесь. Пропрощайся, друг. Все, до свидания. Я знаю, народ, что по традиции я должен разыграть для вас какую-то шмотку, но у меня есть предложение получше. Сейчас в моей группе стартанул розыгрыш в честь 2500 подписчиков. На первом месте у нас Аркана на СФ. Я желаю всем удачи для того, чтобы здесь участвовать. Все, тут все, 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 для участия вам надо, все написано. Также в группе есть подписаться на рассылку, где вы можете быть всегда отзывы, если захотите, допустим, приобрести сеты из моего магазина в группе. Цены все расписаны, что-то дешевле, что-то дороже, нежели у других, но это уже вам самим решать. Вот. А также, также, также выходят новые мемчики, группу начиная потихоньку оживлять. Вот, народ. Так что, если хотите, участвуйте. Я уверен, что Арканы, дорогой мой друг, выпадет именно тебе. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, коньков. Желаю всем плоских подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ! Субтитры сделал DimaTorzok